Так, друзья мои, мы с вами идём в H&M, как вы видите, сегодня. И давайте посмотрим, что нового интересного. Друзья мои, как вы думаете, пришло время мерить уже сарафанчики или нет? Вот такая вот кольчужка у входа, вязаная платье. Очень красивая, но на молодых, стройных и нежных девушках. Сколько, интересно, она стоит. Ой, не могу этикетку вытащить. Так, ого. А, опять не на ту валюту смотрю. Значит, она стоит 55 долларов наших канадских. Это не так уж и страшно. Но это очень специфическая такая вот одежда, видите? Вы сами видите, да? Есть за 47 тоже вязаное платье. Очень модно сейчас вязаное трикотажное платье. Летнее, да, вот так вот сейчас всё происходит. И вот у нас царство лимонов, лимонов. Это, вы знаете, написано здесь Дольче. В общем, что-то по-итальянски. Вообще-то, по-моему, Дольче Габбана делали вот эти вот лимонные платья. И с тех пор весь масс-маркет и вся, и вообще все, все про все, значит, содрали этот принт похожий. Даже, видите, они, они какой-то сделали надпись, типа Дольче и что-то ещё тут. Так, платья за 35. Юбка. Половина вискозы за 50 на резинке сверху. Не знаю, возьму ли мерить, поэтому показываю её здесь. К ней есть вот такой вот топик. Есть на шлейчках такой вот прям, знаете, вот так. А, нет, это не топик, сорри. Это такой вот сарафанчик ещё есть с лимонами. С открытой спиной. И ещё есть вот такой вот сарафанчик с лимонами. Сжатым верхом. Расклешённая юбка за 30 долларов всего лишь канадских. Американских так тех вообще двадцатку. Совсем дёшево. Ну и вот это вот прям, прям Дольче Габбановская прям расцветка. Полностью взяли от и то за 32 доллара. Очень похоже на прям, вот Дольче Габбана были лимоны. Но с чем-то синим. Вот, по-моему, вот они вот. Чем-то было давно-давно. А они вот только сейчас разродились. Ну, может, это какое-то повторение. Может, Дольче Габбана снова выпустила такую расцветку. Может, она никогда не прекращала её выпускать. Так, здесь вот такие вот сарафаны. Конечно, 35 долларов. Сарафанов много. Всяких и разных. Летних платьиц всяческих. Даже не знаю, что мне начать уже их примерять. Или ещё рано, девочки. Или уже в самый раз. Мне кажется, что всё-таки конец июня. Штаны какие-то. Конец июня самое... Ой, нет, какой конец? У нас только начало июня. Самое время примерять летнее платье. Потому что вот уже оно у нас вот. Вот какие-то блузочки беленькие. Вот такое платьице коротенькое на резиночке. Полосатые всякие топы. Вот снова сине-белые расцветки. Вот этих вот их много. Это, по-моему, вот такое вот платье. Оно, кстати, короткое. Но я думаю, что они есть и длинные. Есть всякие разные. Есть такая же ткань, только сжатая. И платье тоже короткое, но из сжатой ткани. Симпатичное, кстати. Полиэстер переработанный. За 40... Сейчас посмотри, сколько оно стоит. 45 наших, 35 американских. Это недорого по нашим меркам. Друзья мои, мы с вами в примерочной Вечене. Вы видели, я ходила и снимала. Я сейчас подойду поближе. Может, и свет загорится. Здесь такой странный и неприятный свет. Примерочный очень темный. Включается, когда подходишь поближе. Но ничего не включается. Блин, я не знаю, как это здесь работает. Такая фигня. Мне так неудобно всегда здесь снимать. Здесь всегда очень темно, конечно. Значит так. После всех Дольче Габбана лимонов, как будто бы Дольче Габбана, я решила сделать черно-белые аутфиты. Вот так мы сегодня будем. Мы сегодня будем играть такую интеллигентную роскошь. Ну, нет, не тихую роскошь, интеллигентные аутфиты черно-белого цвета на лето. Здесь, кстати, очень много черно-белых вещей и очень простые сочетания, очень простые такие, знаете, вещи, которые можно очень легко сочетать друг с другом. Кроме вот этого платья, пожалуй, которое я все-таки решила принести. Это размер Ларч. Я не знаю, если в него влезу, если честно. Ну, у него сзади вот такая резинка. Посмотрим. И вообще, в общем, два платья у меня таких спорных. Это такой сарафан без бретелей. Ну, мне он понравился. Но он тоже черно-белый. Вот глядя на него, у меня явилась мысль про это все. Такой интересный жилет. Смотрите, такой стильный, да? Ну, все, давайте будем примерять. А, ну, на мне сегодня платье, шлюпунцы, сумка моя. Пояс из украшений. Ничего такого. Просто вот такой кулон и мои сережки золотые. Обычно я все время хожу. Так, самый простой черно-белый аутфит. Я вообще полюбила нежно майки-алкоголички в последнее время. Ну, как-то так. Вот, сейчас я выпущу свой кулончик, чтобы было нам повеселее. Розовенький, да? Не подходит, мы не важны. Ну, подходит к шизам и к сумке, кстати, роза. Очень красивый. Очень простой. Очень легкий аутфит. Черно-белый, черно-белый всегда выглядит шикарно. Юбка из шитья. Юбка прекрасная. Я думаю, что она хлопковая. Хлопковая подкладка. Топик, размер медиум, на резинке. Если вам не нравится резинка, то сверху всегда можно надеть пояс. У меня есть пояс, сейчас я вам покажу. Просто. И вот такой вот топ, который мне великоват. Я взяла ларч, чтобы... Вот здесь я боялась, что он мне будет большой. Видите, я по инерции еще все больше на ларч налегаю. Вот здесь вот он мне большой. То есть мне нужен был бы медиум, наверное, размер. И вот мне очень нравится. Это такое простое, чистое сочетание. Черное-белое. Юбка плежная. Кстати, у нее есть карманы. Посмотрите, какая классная юбка. Просто-просто шикардос. У нее есть подкладка выше колена. Видите, вот до сих пор. Жалко, здесь такой свет примерочный, что плохо видно. Но поверьте мне, она очень красивая. Я вам покажу ее же на вешалке. И вы поймете, какая она красотка. Так, смотрите, еще более простой вариант. Ну, вернее, не более, а тоже очень простой вариант. Футболка белая с черной полоской и черная юбка. Я еще померю с белой юбкой. У меня есть. Ну, в общем, будем сейчас миксовать буквально несколько вещей, с которых можно составить целый гардероб. Кстати, вот эта футболка тоже размер ларч, но она намного более маленькая, такая плотная. Вот этот ларч мне, как бы, она такая, немножко большая. Ну, и, в общем, с такой вот полосатой футболочкой. Очень просто, очень лаконично, но тоже очень красиво. Так, смотрите, если вас смущает резинка в юбке, то можно сверху надеть пояс. Во-первых, разбейте немножко черно-белое. Если вас смущает, что пояс такой бежево-розовый, то вот вы берете вот такую бежево-розовую сумку, которая точно в тон, и в тон моим шлопанцем. И вот такая вот вы вся красивая пошли-пошли на берег моря. Помните, я примеряла похожий образ в заре? Тоже был жилет, только там была красная юбка, и тоже, по-моему, была футболка полосатая. Вот этот жилет, размер мидиум, он очень объемный. Посмотрите, какой он здесь большой. Он с подплечиками. Надо было взять смол, может быть, а может и так хорошо. Мне кажется, если бы он был чуть-чуть поменьше, он был бы лучше. Вот смотрите. Вот так. А может мне его поясом подвязать? Ой, нет, вы вообще меня тогда заклюете. Заклювайте. Я его пробую, просто потому что он небольшой. Видите как, если бы он был бы... Мне кажется, что если бы он был по фигуре, чуть больше по фигуре, скажем так, было бы лучше. Но у него очень большая пройма здесь и плечи. Может быть, пройма хороша тем, что можно надеть какой-то такой широкий объемный блуз с объемным наковом. В нем тоже есть карманы, в нем тоже есть какой-то лен. Мне он очень нравится. Именно вот своим вот этим вот плечом и вот таким необработанным краем. Такой болитяга вайптика. Очень интересный жакет, вернее, жилет с черной юбкой. Он довольно длинный. Вы знаете, что его можно носить как платье, в принципе. Как короткое, короткое длинное платье. Если надеть что-то вниз... Будут стоять интересные аварии. Ну, в общем, мы поняли. Карманы. Очень классная вещь. Стильная, прикольная. Очень прикольная. С джинсами тоже было бы хорошо, наверное, с черными брюками. Классная вещь. Мне очень нравится он. Прям очень. Так, состав. 56% вискоза, 44 лен. Вот здесь написано, что в нем, видите, есть примесь лена. Размер медиум. 80 долларов. 79,99 наших канадских. И подкладка полиэстер. Вот так он сделан. Вискоза сольного. Видите, как здесь интересно сделан край. Пуговички такие. Карманчики. В общем, интересные. Очень-очень интересные. Так, юбка. 100% хлопок. Сама юбка. И 100% хлопок подкладка. Короткая подкладка. Был у меня размер медиум. Резинка. Свободная. Очень хорошо сделан. 55 наших канадских. 45 американских долларов. Очень красивое шитье. Посмотрите, какое прекрасное. На мне было плохо видно. Фу, какая-то пыль летает. В общем, очень красиво сделанное шитье. Они есть в белом цвете тоже. Но я белую юбку принесла в другую. Поэтому черную я решила принести вот такой вот. Очень она мне нравится. Видите, 20% переработанных хлопок. 80% обычных хлопок. То есть вот такой вот у нее состав. Юбка прекрасная. Просто прекрасная. То, что она черная, добавляет ей... Ну, вы знаете, как-то все привыкли к шитью белому. А она черная. И это классно. Белая великолепнейшая юбка. Просто шикарная. Три волана. На подкладке. Но, несмотря на это, она светится. Ну вот, я сейчас примерю потом ее с белой майкой. И вы увидите. Но, видите, полосатая майка просвечивается. То есть ее надо носить либо с чем-то, естественно, с бежевым бельем. И, естественно, с чем-то внутрь заправлять что-то, что не цветное. Потому что вот такая вот маечка светится. Хотя это юбка и подкладка. Она очень хорошего качества. Вернее, там, по-моему, леоцил в основном. И немножко синтетики. Еще что-то, какой-то бамбук там где-то. В общем, не знаю. Ну, короче, юбчоночка. Шикарная. Просто золушка. Ну, красиво, правда? Согласитесь. Причем, вы знаете, что в ней хорошо? В ней хорошо сделано то, что в ней здесь пояс широкий. И складки начинаются... Есть небольшая сборка вот от пояса. Но складки вот начинаются как бы со второго яруса сильные. Потому что если бы она вот начиналась вот так вот... Вот такие складки были бы вот отсюда сверху, то она была бы баба-начальник. Она очень длинная, прям пол. Очень красивая. Сейчас я ее померю с белой майкой. Чисто белой вот этой майкой-алкоголичкой. И посмотрим, как это выглядит. Красиво. Прямо очень красивая юбка. Супер. Вот он отпуск. Отпуск. Прямо отпуск море. В общем, мне нравится, как это все вместе выглядит. Маечка, наверное, была бы на размер поменьше. Юбка точно. Видите, я белую когда заправила, то все нормально. Единственное, что я думаю, что, конечно, на солнце она будет сильно светиться. Раз она такая прозрачная. Но в отпуск можно уж пусть светится. Нам нечего скрывать. У нас все очень красиво. Посмотрите, какая прелесть. Какой красивый у нас. Чисто белый. Я не люблю чисто белые аутфиты и вообще чисто белое платье. Но тут прямо у меня какой-то, знаете, очень хочется в отпуск, наверное, поэтому... В отпуск я поеду по осени. Ну, в такой. В море, солнце, песок. Надеюсь, что поеду. Так что мне еще не спорят. Так, 82% леоцел. Здесь вот написано. И 12% синтетика. Юбка. И подкладка стопроцентных лопок. 80 долларов она стоит. Не дешевая. Американский 8-й. Европейский 40-й. Вот ее номер. Если вам очень она понравилась. Мне она очень понравилась. Но она, конечно, не для всех. Не налюбитила. И она светится, конечно. Будет светиться. Будет вся прозрачная. Но юбка шикарная. Просто шикарная. Так. Майка-алкоголичка. 95 хлопок. 5% властан. Стоит и наших, и американских. Одинаково. 10 долларов. 9,99. Первый размер large. Они очень бюджетные. Здесь в H&M. Вы помните, мы примеряли где-то в Манго, по-моему. Я примеряла алкоголичку. Она стоила долларов 30. Здесь она стоит 10. Здесь, может быть, нет выбора большого цветов. Но черно-белое точно есть. Еще, может быть, и все, по-моему. Ну, собственно говоря, мне кажется... У меня, кстати, есть моя алкоголичка черная, белая и серая. Я купила сразу такой набор из трю. С удовольствием их ношу. Вы, наверное, на мне уже их видели. И вот у меня какой-то сейчас, так сказать, любовь к ним. Так. Вот эта футболочка. 95 хлопок органический причем. И 5% тоже эластан, по-моему. Тоже стоит 10 долларов наших. И 9 американских. Вот здесь есть. Райца тоже размер large. Видите, они разные. По размеру я имею в виду. Причем обе такие в рубчик. Но вот эта поменьше будет. Вот эта large мне нормальная. Эта large мне великовато. Особенно подмышкой. Не села. Не села на меня. Элегантнейшее черно-белое платье. Тоже, которое кричит отпуск, отпуск. Кричит громко. И очень призывно. Значит, здесь нужен, конечно, без гальтер, без бретелек. А может быть, можно надеть вниз вот это вот. Вы знаете, что у нее не совсем тот. Здесь белый. Здесь кипельно-белый. А здесь белый немножко такой желтоватый. Такой немножко молочный. Ну, посмотрите, как красиво сделан у меня лиф. Вот такими вот складками. Позже какое красивое платье. И обычная вот такая простая черная юбка. Платье просто немножко с меня падает. Я его все время дергаю. Но за счет того, что сзади есть резинка, оно как-то так держится. Но, честно говоря, я очень люблю такие платья. Но я единственное, что не очень люблю, вот это вот без бретелищное состояние. К нему можно... Иногда, знаете, продаются такие вещи. И к ним продаются бретельки. Как бы сбоку где-то болтаются. Для этого есть здесь петельки. Но здесь ничего нет. Можно купить бретельки где-нибудь на Амазоне. Любые. Хоть там с камушками, хоть прозрачные, хоть какие. И просто тупо пришить вот к нему. Это займет абсолютно 2,5 секунды времени. Даже для меня, леворукового человека. Но при этом оно будет хорошо держаться. И не будет вас беспокоить, что оно может с вас слететь. Если вы слишком там будете быстро идти, прыгать под музыку. И делать еще, производить какие-то движения в вашем теле. В общем, очень красивое, очень элегантное черно-белое платье. Просто я от него в восторге, если честно. Оно мне очень нравится. Я бы, например, решила бретельки. Посмотрите, какое оно красивое. Так, платье. 69% вискоза, все остальное полиамид. И подкладка 3% хлопок, остальное полиамид. Единственное, что я не поняла, где здесь подкладка. Вверх. Вот такой вот интересно сделан вот такой вот сжатый, сжатая ткань. Здесь замочек сбоку. Видите, они сделали его черный. Ну, я не могу сказать, что это прям плохо. Потому что, если бы они сделали его белый, здесь было бы видно. А так он, в принципе, аккуратненько сшит. И ничего страшного. Что хотела я сказать. Да, там какая-то особая инструкция по стирке. Вот из-за того, что вот эта вот ткань сверху сжатая такая. Там как-то надо после стирки его как-то или во время стирки скомкать, сложить. Если будете покупать, обратите внимание обязательно на инструкцию по стирке. Это все не так уж и просто. Но платье очень эффектное, элегантное, красивое. Мне очень понравилось. Ну, очень мне нравится это платье. Единственное, что оно мне тоже немножко великовато. Потому что это размер large. Я побоялась брать medium. Я решила, что вот здесь вот я в него не влезу. А влезла я в него со свистом. Очень интересные вот эти рукава. Их можно приподнять немножко. Единственное, что мне нужен меньший размер. Потому что иначе они выглядят вот здесь. Вот это вот, видите, мне здесь все-все велико. В общем, мне оно очень нравится, девочки. Можно, в принципе, эти плечи можно носить и вот так. Просто надо меньше размер, чтобы вот здесь вот кто-то у меня здесь как-то пусто. Какое изящное, элегантное платье. Мне только надо подзагореть под него. Ну, здесь такой свет странный. Как будто бы я при загаре чуть-чуть. Но на мне нет никакого загара. Вот так оно должно было быть. У него тоже сзади резинка. Вот на такой чуть-чуть, но на один размер меньше. И здесь, соответственно, здесь сверху, когда было бы полнее, платье просто реально шикарно. Единственное, что здесь тоже нужен лифчик из бретелек. Вот здесь лежит и не красота. Какое оно интересное сделано. Оно тоже не одно, и в нем тоже есть леон. Вот это все сверху, такая нашитая тесьма. Спереди есть шов. Вот здесь вот, видите, здесь должна... Вот здесь такая плотная проволока вставлена, чтобы оно держалось. Но в немаловат. И вот так вот оно, вот эти вот рукава. Буфы такие пышные. Как же это красиво. Сзади тоже резинка. Ну, в общем, короче. Опять же, отпуск кричит мне. Отпуск морской. Или какое-то событие летом, мероприятие, типа того. Ну, на свадьбу вряд ли, потому что оно светлое. Хотя с черным, но оно белое как-то, чтобы не было. Невеста не разозлилась. Леон и какой-нибудь такой, знаете, праздничный праздник. Просто классно. И длина хорошая. Они очень короткие, к меру такое. То, что надо. Так, состав платья. 70% хлопок и 30% лен. А вот подкладка, почти вся синтетика, только... Сколько-то там, 3 или 5% хлопка. Это жаль. Но, вы знаете, она такая тонкая, легкая-прилегкая. Я не думаю, что в ней будет очень жарко. Значит, стоит она 85 наших и 85 американских. Размер large. Вот его номер. Платье очень красивое. Очень интересно сделан вот этот вот рукав. Вышивка. Ну, это называется вышивкой. Вот это вот здесь, видите, такая плотная-плотная проволока. Но оно должно хорошо сесть. Я даже не знаю, девочки, если его заказывать онлайн. Но его можно сдать, конечно, потому что оно не на распродаже. Оно сдаваемое. Но вот здесь вот должно хорошо лечь на груди, иначе это некрасиво. Вот видите ли, оно у меня было большое. Здесь, кстати, есть молния. Молния вот. Но я влезла в него, не расстегивая, не вылезла, не расстегивая, и влезла, не расстегивая. То есть оно мне очень велико. Вот такое вот очень красивое платье. Смотрите, какие здесь симпатичные сумочки за 45 долларов. Без что, что оно упало, я вам ее покажу. Посмотрите, какая милая, приятная структурированная сумка красного цвета. И вот здесь еще есть очень-очень приятные. Я не помню, показывала вам их или нет. Вот такие вот под лен. Все очень структурированные. 45 долларов тоже она стоит. Вот такая. Ну и с кружзама, конечно. И вот тут мне еще понравились. Вот эта такая под гучи. Или под... За 30 долларов всего лишь. Но она очень симпатично выглядит. Посмотрите, какая хорошенькая. И вот такая вот симпатяга. С симпатичной такой тяжелой цепочкой за 40-41 доллар. Очень симпатичная сумочка. Маленькая, но телефон в нее влезет. Ключи от машины. Что еще надо? Влезетная карточка и помада. Все. Это все, что я ношу с собой на мероприятия. Такие, знаете, где не надо с собой сумищу, как на работу носить. Ну вот соломинок много сумок. В общем, сумки симпатичные есть. Церемония прощания почему-то не записалась. Я не знаю, что произошло. Но, в общем, она куда-то пропала. Поэтому вот накладываю озвучку. И хочу с вами просто попрощаться. Всем сказать спасибо большое за просмотр. Я вас очень люблю. Всех целую. Всем пока. Я заичинэм из Канады. С вами была Дита. Надеюсь, до скорых встреч. Пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok